В пункте пропуска Козловича настоящий автомобильный коллапс. Чтобы пересечь границу с белорусской стороны, в очереди стоит более тысячи машин. Вереница из больших грузов растянулась на километры. В очереди можно увидеть польские, чешские, российские, белорусские и литовские номера. У многих позади тысячи километров, а сегодня на одном месте они вынуждены стоять неделями, когда, казалось бы, до Польши рукой подать. Все напряжены на пределе, коллеги, все на пределе, потому что невозможно. Ну вот перецепился в пятницу, в пятницу. Какие могут быть эмоции у коллег, которые стоят по три, по четыре дня в коллейке? Может, Польша, кто его знает, там придерживает, оформляет потихоньку, медленно, вот так вот. А в очереди люди стоят вот по пять-семь дней. Сейчас морозы еще такие ударили, что все время машины заведенные греешь. Наконец-то уже хоть проехал, уже хоть вырвался сюда. Да, дальше будем пробираться, бороться, как там смотреть, что там, сколько времени займет. Ситуацию усложняют и погодные условия. Сначала сильные снегопады, которые сменяла дневная оттепель и ночные заморозки. И все это приходится переживать водителям фур. Дискомфорт нечеловеческий. Сейчас зима, как бы, ну, как бы тяжело, да, туалеты вот это вот все, ну, ни душ, ничего, как бы, ну, не сходить, ну, справляемся, терпим. На вопрос, почему собралось такое количество фур на границе, ответ один. Декабрь месяц, завершение года. Бизнесам необходимо закрыть договоры по поставкам, но есть и другой нюанс, весьма важный. Очередь из грузовиков, следующих через белорусско-польский пункт пропуска Козловича, с польской стороны Кукурыки, достигает критических отметок. В настоящее время выезды в Республику Польшу ожидают более тысячи транспортных средств. Такое скопление грузовиков обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в завершении года бизнесу необходимо закрыть договоры по поставкам. Во-вторых, сопредельная сторона не работает в силу имеющихся возможностей. А в-третьих, Козлович – это единственный пункт пропуска на белорусско-польской границе, который сопредельная сторона оставила открытым для движения. За последние сутки польской стороной было принято 700 транспортных средств из 1200 возможных. Белорусская сторона оформляется все транспортные средства, которые подает сопредельная сторона. Дальнобойщики на пределе. Они выстраиваются в два ряда, чтобы отдохнуть и ехать дальше. Но менять маршрут никто из них не решается. Ситуация сейчас сложная на всех пунктах пропуска в направлении Евросоюза. Как отмечает каждый водитель, такие масштабные очереди в пункте пропуска Козловича не впервой. А значит, самые опытные перевозчики всегда на готове. Запаслись едой и водой заранее. Но даже несмотря на это, предприятие «Брестводоканал» обеспечивает водой водителей фур, которые уже несколько суток стоят в ожидании выезда в страны Евросоюза через пункт пропуска Козловича. Как только возникают очереди, значит, это контролируется городскими властями. Сразу же мы оказываем эту помощь водителям, которые долго стоят в очереди. Потребность есть и очень большая. Вы сами были там, видели, людям необходимо и покушать, и исправить какие-то свои надобности. Поэтому расход воды идет. Наша техника работает, работает постоянно. То есть, с жалоб и нареканий со стороны тех, кто стоит в очереди, по этому вопросу не возникает. Машина эта работает, как говорят, до последнего клиента. Пока всех не обеспечат водой. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста. Продолжение следует...